Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно обратиться к вам с очередным информационным блогом. Сегодня он будет очень коротким, но зато записываю его на фоне прекрасного пейзажа. Слава Богу, за чудесное солнышко после нескольких дождевых дней. Но это очень приятно, согревает не только тело, но и душу. Желаю вам всего самого наилучшего. В эту субботу проповедует в нашей церкви пресвиттер Александр Ханчевский. Молитесь за него. Я верю, Бог положил в его уста особенную весть, с которой он обратится к каждому из нас. Хочу также сказать, что нас в эту субботу не будет. Мы едем в Спокен поддержать наших братьев и сестер со служением, с проповедью. Поэтому молитесь за наше путешествие туда и обратно, чтобы и так имя Господне тоже было проставлено. Ну, как всегда, приглашаю на молодежное служение, но оно будет в эту пятницу, но не в субботу. Так как в субботу будет торжественная и жатная программа в Украинской Церкви, куда всех вас искренне приглашаем от имени Украинской Церкви и пастора этой Церкви. Так что выходные будут очень приятные. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Прошу вас и дальше молиться за наших сестер, за наших братьев, за Ольгу Казаренко. Алексей Бондарь, слава Богу, идет на поправку, но еще нога в гипсе, так что он нуждается в полном исцелении. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за окончание войны в Украине. К сожалению, ситуация только лишь усложняется, потому что приходит зима. Проблемы с отоплением, проблемы со светом. Мы получаем очень много сейчас просьб о помощи. Я думаю, что в ближайшую субботу я чуть больше скажу по этому поводу. Мы покажем некоторые фотографии благодарности людей. Поэтому, пожалуйста, продолжайте поддерживать этот фонд и молитесь дальше за Украину и за людей, которые там живут. Хочу также прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 149, 2 стих. И тут написано, «Да радуется Израиль своему Создателю, люди сиона да возликуют о своем царе». Слава Богу, что именно таков наш Бог, о Котором мы всегда радуемся. Желаю вам всего самого наилучшего. До встречи в эфире на Богослужении, в Спокении и тут в Сакраменто.